ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В правительстве страны продолжается обсуждение снижения максимально разрешенной скорости движения в населенных пунктах с 60 до 50 км в час. Также, сообщают колеса.ру, допустимое превышение скорости хотят уменьшить с 20 до 10 км в час. Якобы это может свершиться в ближайшее время. Экспертное сообщество высказывается по этому поводу неоднозначно. Некоторые считают, что в результате увеличится число аварий. ТРАССА СТО ОДИН Госавтоинспекцию попросили четко разъяснить инспекторам ДПС, как фиксировать непропуск водителям пешехода на переходе. Нарушением предложено считать случаи, когда движущийся автомобиль заставляет пешехода изменить траекторию и или замедлится, либо ускорится. Простой шаг на зебру вовсе не гарантирует пешеходу преимущество, уверен автор инициативы. Кстати, в Госдуму не так давно был внесен законопроект, увеличивающий штраф за непропуск пешехода с полутора до двух с половиной тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Госдума не будет рассматривать законопроект о введении уголовной ответственности за эвакуацию машины с находящимся в ней человеком. Если это ребенок или подросток, авторы документа предлагали сажать виновного в тюрьму на срок до восьми лет. Депутаты сочли данную инициативу несолесообразной, так как в случае эвакуации авто с людьми происходит редко. ТРАССА СТО ОДИН Хонда сделала гибридную версию кроссовера CR-V. Двухлитровому бензиновому двигателю мощностью 143 лошадиные силы компанию составляют два электромотора общей мощностью 70 лошадиных сил. Новинка будет представлена на автосалоне в Шанхае. Внешне она практически не отличается от обычного паркетника. Добавлю, что недавно CR-V получила семиместную модификацию. В небольшом городе в Иркутской области случилось курьезное ДТП. КАМАЗ провалился в двухметровую яму, землю для засыпки которой, собственно, и привез. Огромная ниша под асфальтом образовалась из-за забитой ливневки. Вода постепенно размывала грунт. Явление ямы местным жителям произошло год назад, но дело до ее ликвидации дошло только сейчас. Да, КАМАЗ благополучно достали с помощью экскаватора, который пришлось выписывать, если верить СМИ, из находящегося на расстоянии в 650 километров Красноярска. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Продолжение следует...